Этот чувак сразу не умрет, разве что его сердце было пробито, а за попадание пяткой можно даже сесть в тюрьму. Иногда от такого трескается череп. Ты замечаешь эти крутые движения? А я каждый раз. Окей, тупая травма. Доктор Джордан Вагнер И передняя крестообразная связка. Такой удар их повредит. Их легко залечить? Нет, очень тяжко. Используют печь. Лучше просто избей его. Господи. Боже мой! Я такое видел. Чего? Имел дело с травмой головы после удара дверью. Как я уже сказал, это травма головы. Но она по бокам. Так что стоит беспокоиться об эпидуральной гематоме. Человеку может казаться, что с ним все ок, а потом умеет. Моя мама говорила мне, что если ударился головой и вдруг захотел спать, не делай этого. Да, надо тут же идти проверяться у врача. Нельзя ложиться спать, это опасно. Просто проверьтесь на всякий случай, чтобы знать наверняка. Воу, прямо в мусорку. Не думаю, что он умер. Монастырь. Бьемся с монахами. Очень неуважительно. Ты бы никогда не поднял лежащего противника, так? Абсолютно верно. Выжил после того, как захлебнулся. Получается, не захлебнулся. Чуть не захлебнулся. Боже. Этот чувак сразу не умрет. Разве что его сердце было пробито. Ооо, это ужасно. Человек может провисеть так очень долгое время. Теперь пила настольная. Такие пилы очень грубые. Ровный надрез сделать не получится. Мясо они просто разрывают. Так что, скажем, пальчик обратно после такого уже не пришить. Иногда к нам попадают люди с такими повреждениями, но мы можем лишь залечить рану. Жесть. Жестко, да. Когда кто-то сражается за свою жизнь, он делает это сильнее, чем обычно. И люди не захлебываются так быстро. Это был хороший бросок с помощью бедра, да? Да, правильная техника броска в лифт. Господи Иисусе! Мне нравится, как кровь хлещет из трубы. Такое вообще возможно? Нет, разве что труба острая. Заточенная, да, как нож. В противном случае человек отскочит от нее, но будет больно. Газовая плита. Невероятно сложно удержать человека в таком положении. Да, и травмы, которые возникнут от такого, не нокаутируют. Вам просто будет очень больно. Вентилятор кондиционера. Такое приведет к различным типам травм, но вентилятор не раздробит ваш череп. Вы даже сможете нормально дышать после такого. Мне кажется, или и в большинстве местных драк герой использует вес своих противников, отклоняет атаки. В этом всем не сильно много боевой хореографии. Он просто ломает колени, разбивает лица. Нет сложных техник. Этот удар хорошо известен в Винчун. Он наносится схожим образом с обратным сайдхиком. Не так много мастеров боевых искусств тренируют такой удар. Уф, двигатель, движок, да. Пневмоторакс, гемоторакс и различные травмы внутренних органов. Мне кажется, также должны быть сломаны ребра. Да, и они могли бы проколоть его собственные органы. Это ужасно. Мне нравится, что противники сопротивляются. Да, видно, что они не хотят участвовать во всем этом. Разбить ветровое стекло трудно. Мне кажется, любое стекло машины довольно трудно разбить. Вот так. До свидания. Я бы хотел еще раз добавить, что удерживать человека против его воли трудно. Да, толкать и тянуть человека отнимает кучу сил. Если человек не ждет удара, не знает, что вы задумали, то будет проще. Вероятно, вывих плеча. Большая часть вывихов плечей происходит вперед. Именно вперед, в сторону груди, проще выбить его. Удушение. Занимает время, нужно много сил. Но я знаю, что ты можешь нокаутировать удушающим захватом. Это довольно просто. Вы всего лишь сильно пережимаете дыхательные пути. Это проще, чем ты думаешь. Похоже, они оба уже устали от этого. Он говорит ему, тебе не стоило спать с моей женой. Точно. Воу! Еще не все. Это не техника мастера боевых искусств. Конец. Что это? Не знаю. Мусоропереработчик. Воу! Мы в костюме Брюса Ли. Очешуительный костюмчик. Напоминает старенькие деньки с Чаком Норрисом и Брюсом. Да. Итак, несколько размашистых ударов. Отлично. Это был торнайдо кик. Очень клевый удар. Руки держит, как в боксе. Теперь двое против одного. Он атакует первого, а второй просто стоит и ждет. Трудно, чтобы противник подлетел вот так от апперкота. Мне нравятся углы, под которыми он выбрасывает свои хуки. Офигеть. Он поднял колено так высоко, что заблокировал удар в голову и этой же ногой нанес удар. Этот удар известен благодаря Тони Джао в фильме «Онк Бак». Он объединил гимнастику и муай-тай вместе. В одной из драк он отталкивается от противника и падает на него же своим локтем. Ты замечаешь эти крутые движения, а я каждый раз. Окей, тупая травма. Теперь их трое. Движения, как у Брюса Ли. Множество ударов из венчун. Мне нравится, что для вертушек он использует пятку. Да, работа ног хороша. Любой отличный удар ногой в голову отправляет человека в больницу. А за попадание пяткой можно даже сесть в тюрьму. Иногда от такого трескается череп. Пятка – это, по сути, одна большая крепкая кость. Ее трудно повредить. Очень надежно. Используйте в драках пятки. Да. И снова локоть Тони Джая. Фронт кик. К слову, здесь никому не бьют в пах. В играх это под запретом? Это очень неуважительно. Точно. Но в вопросах жизни и смерти не думаю, что существуют правила. Это негласное правило. Я знаю, что мы тут ради драки, но нас дома ждут женщины. Мы не будем бить друг друга по шарам. Большой мужик. Удар по затылку очень травмоопасен. Если я правильно помню, они запрещены в UFC из-за потенциального риска. Да, иногда это может… Черт, перед ним много парней. Бывают странные травмы, которые могут привести к внутреннему обезглавливанию. По сути, ваша голова отделена от организма везде, кроме тканей. Из-за сломанного позвоночника? Да. Он наносит много нижних ударов. В муай тай это распространенная тактика. Я не думаю, что муай тай – его основной стиль, но это сильное оружие в арсенале. Правильным ударом можно даже сломать бедренную кость. Я видел парней, которые ногами разбивали несколько бейсбольных бит. Три биты, а их нога проносится сквозь них. Бедренная кость – крепчайшая кость в теле. Ее действительно трудно сломать. А если и ломаешь, это ужасно. Также это может привести к серьезной кровопотере. Интересно. Да, из-за осколков. О, круто. Одно из моих любимых движений находится на стыке хапкидо и айкидо. Да, если так удерживать руку, то после удара можно довольно просто выбихнуть плечо. Плечо точно отлетит. Скольким противникам он может противостоять? От таких лоу-киков те парни должны падать на пол. Если ваш вес примерно совпадает с весом противника, то да, это вполне возможно. Абсолютно точно. Мне нравится смесь техник различных боевых искусств и грязного мордобоя. Да, так становится куда реалистичнее. Круто, что игра позволяет не зацикливаться на одном типе движений. Да, мне нравится. Удар коленом. Так можно нанести серьезный урон. Если вы ударяете по ушам или по бокам шеи, так можно быстро дезориентировать противника. Как это называется? Это венчун. Он отрабатывает удары на деревянном тренажере. Это традиционный тренировочный тренажер. Да, видел его в фильмах. Из них я и подчерпываю все свои знания о боевых искусствах. Насколько трудно поймать кого-то вот так? Очень легко. Это техника для продвинутых. В спаррингах я часто оттачиваю ее. На тренировках мы учимся точности. Например, попаданию по разным уязвимым местам конечностей. Бывает забавно смотреть, как из-за твоей техники защиты спарринг-партнер вскоре сам спотыкается и падает на взничь. Прямо по шарам. Я никогда не видел разбитое яичко, но имел дело с серьезными гематомами в этой области. Зачастую приходится сливать оттуда кровь. Это твоя работа? Нет, этим занимаются урологи. Я просто идентифицирую проблему и отправляю к специалисту. Схватил нож, провернул его и уронил. Если противник не упадет, то получит вывих плеча. Мне нравятся его удары в воздухе вперед. Да, это тоже торнейдокик. Он вроде ударяет той же ногой, что и толкается. Очень инерционный удар, да. Если ваши ноги позволяют справиться с нагрузкой от такого удара, вы молодец. Раз и ему нужна операция. Передняя крестообразная связка. Заживает она около 12 недель, в зависимости от травмы. Ужас. Но не так уж и плохо, может быть куда хуже. Да, но нужна еще и реабилитация. Многие из его ударов нацелены на одно из моих любимых мест. Я учу своих подопечных этому. Надо бить в солнечное сплетение. Постоянно бить по нему. Один удар, и обычный человек упадет. Так можно быстро вывести из строя. Ударьте туда пять раз, и любой человек больше не сможет драться. Наш парень надел традиционную форму муай-тай. Веревка обмотана вокруг его рук. Он проводит захват руки и давит на нее всем своим весом. Все, о чем я могу сейчас думать, так это о том, что тому парню немедленно нужен лед, чтобы снять отек. Как в боксе. Да, именно так. Оу, нет, его повалили. Как в американском футболе. Надел на него наручники. Прямо на дороге. Лишь бы никто не пострадал. Было круто. Куча травм, которые я смог разглядеть. Мой любимый момент – олдскульный костюм Брюса Ли. А мне понравились многочисленные техники венчун, которые применяются в боевых искусствах. Мы видели муай-тай и немного тэквондо. Мне понравились его хуки и другие движения. Я бы не хотел драться с этим парнем. Не забывайте о моем русскоязычном канале, доктор Иар Русский. Меня вы можете найти в инстаграме. Но, подчеркивание, Флейдер. Обязательно подписывайтесь на Гомолоджи на Ютубе и Вконтакте. И спасибо за просмотр. Бро, я без понятия. И сегодня со мной птичка певчая. Птичка? Что за хрень там написано? А я уже поверил.